Сейчас космическая погода уже стабилизировалась, а вот начиная с минувших выходных, ученые фиксировали на Земле очень сильную магнитную бурю уровня G4. По словам ученых, она почти достигла геошторма. Крайний раз он был в 2005 году. Суть бури в том, что сгустки оторвавшихся от частиц поверхности Солнца на огромной скорости летят к Земле. Их влияние нельзя не заметить. Электричество может отключиться на определенном районе, на целом материке, например. А сейчас мы привыкли еще к системе все-таки мобильной связи, а спутники непосредственно работают на определенной высоте. И взаимодействие в магнитосфере, в атмосфере Земли, это же естественное явление, когда сбиваются навигационные системы. Влияют ли магнитные бури на самочувствие людей? В этом вопросе мнения ученых расходятся. Медики говорят однозначно. Люди отмечают нестабильность своего состояния. Увеличивается риск так называемых сердечно-сосудистых катастроф, причем не только у пожилых людей. В такие дни пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо обязательно регулярно принимать свои лекарства, чтобы не усугубить состояние. Кстати, буря, которая обрушилась на Землю в начале недели, на этот раз не особо повлияла на сбой техники. А вот приятные моменты были. На нашей планете могли наблюдаться полярные сияния. То есть вот это нагнетание, казалось бы, магнитная буря, ах, необычное такое явление. Но, наверное, для ученых, которые занимаются гелиоастрономией, это достаточно важное явление для наблюдения, но из разряда вот таких уже хороших. Очередная довольно сильная вспышка на Солнце будет уже в конце апреля. И вообще, буря сейчас обычное явление. У Солнца активный 11-летний цикл, и он приближается к пику активности. Кстати, вспышки на красной планете, черные пятна заметят любой, кто посмотрит на Солнце в телескоп. А такую возможность в планетарии теперь дают довольно часто. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.